I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки. Я так понимаю, что возможно сегодня у нас последняя серия гримрука намечается. Честно вам скажу, я немножечко полез почитать про Турума. Ну, на мой взгляд, его нужно просто вынести отсюда. Но начитал я совершенно другое. Его нужно оживить. Вы слышите отдаленный вздох облегчения. Игра сохранена. Отлично. Турума нужно оживить и, в принципе, без каких-либо дополнительных инструкций понять, что творится дальше, практически невозможно. Потому что вот то, что мы сейчас сделали... Кстати, а сколько у нас? У нас тут четыре черепа. Знаете, я просто когда прочитал про то, что Турума можно оживить, за наш путь мы нашли четыре черепа. Прикиньте, если бы черепов было три, тогда можно было бы сказать, что это его три дополнительных спутника, которые просто не дошли. И умерли на разных этажах подземелья. А Турум, типа, дошел до конца, потом заперся. Ведь он же постоянно... Ну, не постоянно, в одной из записок он нам говорил, что он ищет... Ну, он постоянно находит кристаллы, и они воскрешают его спутников, но не знает, сколько еще это может продолжаться. Поэтому он боялся, что их просто убьют, но их, в принципе, и убили. Так вот, фишка в том, что когда мы воскрешаем Турума вот таким вот способом, он появляется у нас потом как играбельный персонаж. Я вам попробую после прохождения показать, как, что это происходит, где и зачем. Все детали, которые у нас были тут разбросаны, я все поднял наверх за кадром, быстренько побегал. Поднял еще некоторые вещи, цепь я тут оставлю, так уж и быть. Я не знаю, что мне еще в дальнейшем понадобится, я не хочу многие вещи оставлять, поэтому... Так вот, что касается предметов. Так, минуточку, так, так. Так, а, не свет у меня еще горит. Я еще вот что заметил. Предметы вот у меня все лежат здесь, например, шестерня. Видите, на ней надписи появляются, на каждой из этих деталей. На этой шестерне слишком много зубов, нам нужна поменьше. Вот, видите, это подсказка, то есть надо не наугад тыкать. Например, вот эта штука. Тут сказано, фокусники используют, чтобы выпускать дым и пламя. А, форсунки, фокусники, тьфу ты, блин. Не знаю, понадобится нам она или нет, посмотрим. О, положи. Отлично сработанный агрегат. Пригодится, пригодится. Смотрите, здесь такие же шестеренки. Да, работает, отлично. Теперь, ты. Небольшая шестеренка. Не знаем, пригодится или нет. Вот это, когда подобрали руду, я говорю, что, возможно, это топливо какой-то. Этот материал богат энергией. Да, это, скорее всего, топливо какое-то. Я тупо упал в яму. Да, в самом деле, это отсюда. Так, костыль вот этот. Просто старый мусор. Так, шестеренка. Шестеренка. Это большие шестеренки, я понимаю, что они одинаковые. Вал в хорошем состоянии, но у него нет необходимости... А, в хорошем состоянии, но у нас нет необходимости тащить его. Значит, не надо было весь мусор перетаскивать. Персонаж сам говорит, что ему надо, что не надо. Набор небольших насосов. Вроде работает. Возможно, это тоже рабочая деталь. Сюда не подходит. Да, сюда стало, отлично. Ну что, значит, вот эту шестеренку получается у нас. Я еще вам должен признаться, я пока внизу бегал. Вот этот вот насос, который мы нашли, который я только что вставил, он у нас был внизу. Лежал на одной из полочек. Не на полу, на одной из полочек. Я его при первоначальном исследовании пропустил. Здесь я, кстати, выложил все бумажки, которые я считаю на данный момент ненужными. На этом этаже у нас был этот уровень... Нет, это был на предыдущем, этот уровень заблокирован. На этом этаже было вот это. Печать на вратах будет нарушена, если кандалы заключенного будут сломаны. Я пока не знаю, что это значит. Будем смотреть. И кусочек у нас здесь. Так, что я вам предлагаю? Что я вам предлагаю? У нас есть бомбы. Давай-ка я тебе отдам ледяные бомбы. Тебе отдам молниевые бомбы. Ну, в соответствии с вашим вооружением. А ты у нас будешь вооружена огненными бомбами. Мне кажется, что я сейчас что-то соберу и что-то начнется. Ну, судя по всему. Потому что тут есть три выхода и три ключа, которых у меня нет. Тут есть... Ну, то есть выйти с этого уровня по-другому нельзя. Тут три двери. Уровень ниже весь зациклованный. Кладбище 13 уровень. Мы его все полностью прошли. Я не знаю, что сейчас будет. Давайте я сохранюсь. Нет, не на быстрое, на уровень. Попробуем эту фигню какую-то сделать. Посмотрим, что скажет Турум, когда мы все это починим, не починим. А, это... А, это отсюда! Я уж подумал, что я ошибся деталью. А, я снова цел. Ха-ха. Ха-ха. Стоп, в смысле, это не Турум с нами разговаривает? Вы идиоты, вы все еще живы только чтобы... Только свобода отделяет вас от... О, ПРС и Т. Ай-яй-яй-яй! Мне кажется, что лучше под эту штуку не попадать. Его надо натравить на какую-то дырку. Не надо, чтобы он провалился вниз. Я с ним ничего не сделаю. А как мне это сделать? Да? Да? Серьезно? Ха-ха-ха-ха-ха. Как прикольно. То есть он сам раскатывает своих же этих, если что. Серьезно? Ф-5. До свидания. как я помер вы мне не подскажете как у меня воровка-то умерла я не понял я сейчас быстро к кристаллу схожу воскрешусь наверное тут кристаллы не так быстро ходить но я схожу меня другого выхода то нету особенно о чем не с ним делать то заманить его в какую-то дырку то есть по нему никакой урон не проходит ну из того что я делал то есть я у него гранаты там покидал и все дела по нему может его заморозить кстати черепе не могу воскресить не могу это жаль так чувак тебе надо поесть мне кажется блин у нас голод кстати прогрессирует ничего так перекуси так ну то что он сам по раскатает своих там этих мобов то такое ладно а мне то с ним что делать вот этот поворот я могу по идее от него сбегать сюда здесь а мне ничего не сделает но это же не выход мне нужно ему чё-то как-то и в 5 и где он а у меня тут какой-то портал открылся возле этих ребят где про серьезно вот этого раньше не было погодите подойдите ближе фиг тебе в нос ну он там катается по закрытой территории по идее здесь он не ничего сделать не может наверное прикиньте он такой час берет дверь пробивает просто хобби а здесь можно только вверх подойдите ближе это этаж который заблокирован кстати ребят камень серьезно мне здесь предлагают камушек так могила строителей мне кажется у нас конец света так и в 5 погодите это что-то интересное погодите а как а камушек мне дают чтобы я вот туда положил правильно наверное по она по весу не срабатывает тут в принципе а а я просто пытаюсь понять чем не делать кнопок здесь три а а в какой последовательности их нажимать погодите 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 явно загадка в кнопках хорошо коридор коридор заполняется газом а тут кнопка есть нужна какая-то определенная последовательность да все нормально воровку колбасит до сих пор что хилочки будем жрать давай я не хочу сейчас спать давай давай просто схаваем хилочки где там у нас было ты просто у нас их 33 вроде как можем себе позволить пусть они тут снаружи постоят пока что ключик два ключика f5 нужно наверное какая-то портал может в портал кинуть какой этот камушек для этого нам его давали ну-ка сейчас попробуем f5 он мне их возвращает значит не камушек он мне их возвращает а может стоп-стоп-стоп может наоборот подождать пока портал это да там плита есть смотрите что-то я тупанул f5 да это так работает на 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 а там есть а куда я упаду куда-то туда к боссу что ли нет погодите пойдемте в другую сторону посмотрим два ключа черт побери кнопку видите золотая статуэтка 5 из 7 между прочим 4 а вот 5 на тебе факелы пока что дружище 5 из 7 неплохо неплохо кстати нам две штуки не хватает а это страшно ключ ладно я вас понял тут нужно было ложить вещи чтобы она все не взрывалась так знаете я тупанул сейчас погодите f5 тут кнопки никакой нету я понимаю что тут скорее всего сдохну сейчас я потому и сохранился я просто хочу проверить если тут нету никакой тайной кнопки чтобы сюда еще раз не ходить потом все загружаемся ключ у меня у меня хорошо значит этот ключ получается довольно быстро все загрузили его дальше как проходить вот этот вот момент там может на стене какая-то кнопка или что-то не ф5 я наверное из-за того что перегружен не могу пройти куда я попал вот до свидания наверно это это неправильный путь прохождения а как мне тогда его пройти там я попадаю просто в загогулину да а тут кнопок нету тут вроде тоже нету тут вроде тоже нету а интересное кино а камни 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 туда докинуло но то да а а че мне теперь делать ключик там за углом находится но как мне это перескочить да так да раз два три и 4 5 6 7 раз два три 4 5 6 7 тут есть есть какая-то кнопка которой я могу нажать зачем я здесь я не вижу здесь ни одной кнопки это просто выход да 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 отсюда не сбежать погодите ребят я явно что-то упускаю нет убирание факела не помогло тут кнопки нет я думаю что где-то на центральном столбе может быть какая-то кнопка где там факел в этот коридоре честно говоря соваться обратно не хочу давайте мы немного поспим восстановимся как минимум а что же дальше то это странно нас так то обманули по-хорошему если так минутка f5 эти кнопки вообще так то не отсюда на этой стене вроде нету кнопки я не вижу на этой стене вон кнопка вот она надо навестись на правильные на вот это все хорошо договорились добавить обратно в боевой режим так а мне подберу все отлично второй ключ сюда кнопка была прям на стене как я и подозревал хорошо так а а а а а да какой нафиг промах то а чего такие длинные то стали фига четкий вы же не были такими сильными то ребят что случилось когда они стали такими сильными спать я потерял два топорика на их потом найдут не проблема на поешь еда заканчивается еда тупо заканчивается это должен быть наш последний бой когда они же вроде быстрее сливались фига вы видели сколько он урона то выдержал это как сейчас было ладно и на о жут топотники прилетели на пьедестал серьезно иртеп илло все начинается на и по-моему не о жутж кожу на если наоборот читать погодите духу нет это явно не то хорошо там свитки пойдемте глянем что нам свитки лент тебе тоже похавать надо на стык оружие силы спрятана в тенях этой могилы но чтобы правда ранить бессмертного вам нужно разобрать его кусочек за кусочком когда он будет неполным он может быть убитым нужно с него снять наружные детали какие-то да хорошо теперь мы создатели которые поставили эту построили эту тюрьму в с единственной целью чтобы держать бессмертного пока механизмы времени наконец не остановятся если бессмертный пробудется мы ставим мы оставим позади единственное оружие способное приручить этого зверя единственное оружие илло я разбудил эту фигню вот же погодите погодите в этом есть какая-то какой-то смысл петри мне что-то нужно сюда положить что я должен сюда положить прикиньте если сейчас выяснится что есть 7 золотых деталей сюда нужно положить а у них только 5 черт сюда нужно что-то положить давайте подумаем этно положить на погодите 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 илло и теперь погодите погодите иртеп может это какая-то боя пытаюсь найти дух худож дух я пытаюсь найти какие-то закономерности в словах какие-то что-то оружие силы спрятано в этой магии в стенах это в тенях этой мы в тенях в тенях и тут один факел и он только справа погодите в тенях этой могилы но чтобы правда ранить бессмертно вам нужно разобрать его кусочек за кусочком когда он будет неполным он может быть убит может быть мне остальные куски которые я притащил надо использовать чтобы кидать в него звучит бредово на самом деле мы создатели которые построили тюрьму с единственной целью чтобы держать бессмертного пока механизмы времени наконец не остановятся если бессмертный пробудется мы оставим мы оставили позади и единственное оружие способное приручить этого зверя в тенях самая густая тень именно здесь насколько я понимаю в тенях здесь тоже тень но здесь факел видно имеет ли это смысл что в тенях или это просто перевод такой может мне стоит походить с факелом погодите с факелом она не будет иртеп я думал что с факелом они будут считаться по-другому это плита для того чтобы я на нее что-то положил так вряд ли факел нет ну единственное что здесь можно забрать и положить это факел но это не то это нажимная плита нажимная нажимная может туда тоже факел надо кстати есть еще факелы есть нет это не то так ребят погодите тут надо подумать я не знаю что они от меня хотят сейчас мы минотавра накормим в 5 погодите так ребятушки есть одна идея сказано спрятана в тени возможно нам нужна полнейшая темнота но вот мы убираем факел и в комнате вроде как темно ничего не происходит так минутку а да это так нам нужно было погасить фонарик у нас оружие силы зажигаем фонарик обратно кстати самое интересное что фонарик наш магический он действует таким образом среднее и верхнее это включить среднее и нижнее это выключить как вкл и выкл кстати довольно интуитивно только поэтому я и запомнил это заклинание ты у нас вообще где ты у нас вообще что а оружие силы давным-давно это оружие использовалось чтобы восстанавливать и сажать в тюрьму кубики кубики что тебя перегружает дружище арбалет давай мы его выкинем я не хочу идти перегруженным последний бой я так понимаю что это он хорошо у нас никто не перегружен арбалет мы выкинули факел мы выкинули давай наверное мы тебя тоже сейчас покормим чтобы ты у нас в самый неподходящий момент не проголодался оно стреляет неплохо и все у нас здесь портал давайте f5 и давайте наверное сохраняемся вот так вот то есть все таки сработала та фишка про которую я говорил нужно искать в тени просто я не так искал в тени как да тут какая-то кнопка ну чтобы он тут замер нет нет надо его дальше разбирать я понял свали отсюда что у тебя здесь забирать твою за ногу ладно я понял как это должно происходить мне ну там а там обратно отспавнилась все что могло отспавниться пять две вещи я из него уже вытащил а черт f9 он меня ваншотает я просто сзади подперла какая-то фиговина крайне неудачно вышло просто уничтожься аннигилируйся мне нужно теперь по моему он что стал смертным да он теперь стал смертным хе-хе-хе-хе-хе все 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 валим отсюда отдыхаем по моему теперь он стал смертным теперь его можно развалить вот тут огненный элементарь блин зараза бесит правда то есть я могу его теперь по идее стопорить и просто швырять в него всякое а это идея минутку где у меня бомбы огненные бомбы я нам поставлю сюда вместо топориков а где у нас что мне еще есть вместе давитые бомбы наверное вот так вот пока что сделаем и мне что-то еще есть есть электрические бомбы сделаем вот так что все у меня могли стрелять а тебя зарядим сразу на выстрел f5 поехали офигали тебя от не остановил это полина на упреждение пошел ладно жизнь я так понимаю у него просто немеренно сейчас будет ты ты а ты Играет музыка Играет музыка Играет музыка нет все я всех вокруг разобрал до свидания спим они там будут спауниться или нет ни вот что интересно все ты лопнул я там кого-то еще добивал после этого ну ладно заставочка всю гору сейчас разнесет чертям да ха-ха-ха красиво ого от горы огромный кратер такой остался крутяк ну вроде как было показано что наши герои выбрались но судя по кратеру я не могу утверждать это с полной уверенностью теперь то что я вам хотел показать вот ребятушки выбираем создание персонажей здесь мы пишем туру имя этого персонажа которого мы спасли теперь просто нажимаем enter не выбираем 2 3 4 гора гримрок да тут мы все сейчас быстренько проматываем то что-то мы все видели в начале и и начинаем мы играть за турума за того самого чувака который помогал нам не по ну и мы мы думали что он нам снится носа о а тут это было раньше я не помню было ли такое раньше причем он ходит кстати быстрее гораздо он один как вы видите и игру нам предоставляют играть за него одного скиллы которые есть есть броня топоры мечи топоры мечи магия земли магия огня и колдовство то есть он у нас и танк и маг но я так понимаю что это какой-то хардкорный уровень геймплея потому что ну как вы понимаете он не сможет танковать один все абсолютно блин он очень быстрый в соотношении с четверкой когда ты хочешь четырьмя игроками он очень быстро им просто чертовски быстрый блин офигенно просто честно мне захотелось пройти пройти за него я не знаю буду ли это делать для себя или не буду это челленджи вы модно сколько я понимаю потому что у нас всего один персонаж мне кстати интересно как будут распределяться на него очки навыков будут ли ему давать больше экспы то есть по идее он же один все это зарабатывает но у нас есть шансы вытащить турума отсюда то у нас палец а булавы у нас есть шанс его вытащить отсюда пройти за него и спасти чувака вот зато теперь не придется выбирать кому какие шмотки то есть можно из него делать мага можно из него делать чистого танка можно делать комбинацию наверно я даже не знаю по моему очень прикольная тема и сейчас я совершенно по-другому смотрю на все эти фишки секретами мне сейчас хочется больше искать больше смотреть как-то рисуется ключик с другой стороны вы подумайте насколько меньше у нас сейчас место будет серьезно камушек насколько меньше у нас сейчас будет место место которого нам и так не хватало кинул блин найдите камень вот он нашли камень это была первая загадка которую мы туда пошли я не знаю я просто не могу сейчас отлипнуть от этого геймплея он такой чем-то очень прикольный возможно я чуть-чуть для себя потом буду перепроходить уже сейчас знаю как решаются многие вещи меня например ставят некие загадки которые не то чтобы загадки некоторые ситуации которые интересно как я буду проходить сам без команды из четырех человек пальчик от этого чувака камнями закликивали я не знал как драться было такое сдохнуть не хочешь например мы еще промахиваться ну булавы не нравится потому что на них дебаф огромный идет кстати ботинки заглядата которые у нас был сет заглядата ботинки оказывается были в самой первой комнате так защита 4 уклонение 5 ну тут за выбор опять же между защитой и уклонением штанчики получше сразу ножичек атака 5 скорость 16 атака 12 ну не знаю опять же ладно ребята просто хотел дойти до этой первой улитки подраться посмотреть как будет на этом история грим рака заканчивается есть еще вторая часть этой игры я практически уверен что она у нас будет на канале с небольшим перерывом чуть попозже но первая первая игра оставила на меня очень сильно неизгладимое впечатление она просто шикарнейшая она офигительная во всех смыслах этого слова я в восторге от того как здесь все происходит история очень классная вот эти все записки монстры истории этой горы как все происходит очень классно не знаю мне очень понравилось я от этой игры кайфану просто неимовернейшим блин она просто божественное спасибо чуваки что посоветовали я надеюсь что вам она также понравилась фух просто 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 мне переполняют эмоции игра очень крутая с загадками просто великолепнейшими наверное честно говоря если бы я играл бы в это самое не на запись то я бы играл бы на английском языке и возможно таким образом я бы избежал некоторых ловушек в переводе которые меня преследовали то есть если вы помните пару раз я натыкался на именно неточности в переводе и поэтому меня это подставляло что что мне не понравилось по загадке с рычагами не всегда интуитивны то есть последнюю кстати мы очень хорошо прошли с колонными рычагами да я догадался до этого но вот например там где с припасами что я дергал рычаги несколько раз и один из них застрял в верхнем положении вот это вот было очень неинтуитивно были мои собственные затупы как нажимные пьедесталы то есть да там я мог бы наверное сам разобраться к сожалению у меня не получилось последняя загадка с тенью я вертел крутил вертел с тенью все-таки догадался но моему мозгу понадобилось больше времени чем я хотел бы например чтобы догадаться загадки все равно очень крутые то есть была парочка таких загадок которые мне не понравились но это всего лишь парочка а тут целая игра загадок и большинство из них были невероятно классными очень круто заныкано что-то где-то какие-то тайные ходы подходы какие-то а обожаю такие вещи игрушка опять же повторюсь просто там неимоверно круто я очень довольны что я прошел буду с нетерпением ждать прохождение второй части опять же не буду трогать сам это будет скорее всего для канал не скорее всего это будет для канала сейчас я вам прямо говорю но играть мы в нее будем немножко попозже все ребятушки на этом все я вам крайне рекомендую поиграть в эту игру я не знаю сейчас это говорить наверное уже поздно потому что раз вы это все это посмотрели вы уже знаете все загадки и все как что проходится я мог пропустить несколько загадок вполне возможно но я бы наверное рекомендовал бы играть в эту игру самому изначально но эта рекомендация сейчас данный момент будет звучать глупо потому что это финальное видео и раз вы все это посмотрели значит и все это посмотрели ладно в любом случае мне очень понравился этот опыт спасибо что были с нами на протяжении этого путешествия увидимся в других играх и других проектах на этом у нас сегодня все всем удачи добра бобра все молодуши всем покеда а а а а а а а а а и Субтитры подогнал «Симон»